Здесь возникает целая вереница проблем. И все интересное происходит вот с этой красной шапкой. Вот такие вот у меня получились корни. Особенно вот с этой супер полезной заменой. Берите ее себе и пользуйтесь. МГУ переехал в Китай. И теперь находится где-то недалеко от Гонконга. И это даже не шутка. Я был в шоке, когда узнал, что есть совместный проект МГУ, ППИ, то есть Московский государственный университет и Пекинский политехнический институт. Так вот, они коллаборировались, построили здание, которое невероятным образом похоже на ГЗМГУ. И теперь набирают туда студентов. И поступить туда можно, сдав ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания, которые мы сегодня и посмотрим. Задачи в этом экзамене достаточно интересные. В них есть своеобразный китайский вайб. И сегодня мы возьмем параметр из ДВИ в китайский МГУ и разберем его и посмотрим, сложный ли это параметр, легкий, и как вообще поступают в китайский МГУ. Ты на канале Парфематика, и я, Игорь Уколов. Подписывайся, ставь лайк, и погнали разбираться с китайским МГУ. Пример у нас имеет вот такой вид. При каких значениях параметра А данное уравнение имеет 4 решения. И первая мысль, которая приходит в Гулу, давайте посмотрим на вид этого уравнения. Это же модуль f равно g. Ну а дальше можно вспомнить, что такое уравнение, во-первых, будет иметь корни только, если правая часть больше либо равна нуля. Ну то есть, если кто-то хочет равняться модулю, он не должен быть отрицательным. Ну а дальше, если g больше либо равно нуля, то f может либо g равняться, либо, соответственно, f может равняться минус g, тогда модуль эту разницу уберет. То есть, f равняется плюс-минус g. И вот такую систему мы получаем. В целом, можно попробовать этот пример переписать в следующем виде, но здесь возникает целая вереница проблем. Первое, это то, что g больше либо равно нуля зависит от а. Второе, это когда мы раскроем, мы, конечно, получим какие-то квадратные уравнения, но решать их не то, что суперприятно. Решать их не то, что суперприятно, можно, конечно, это сделать по теореме расположения корней, но как будто хочется поискать что-то поинтереснее. Ну и давайте попробуем это что-то поинтереснее и поискать. Значит, первое, чего хочется, это даже если мы решим прийти к этому способу, чтобы вот это неравенство не содержало а. Удобнее работать с неравенством одной переменной, чем с неравенствами двух переменных. Это какая-то такая база. Как к этому можно прийти? Очень простая идея. Давайте x плюс а заменим на t. Вот такие замены очень помогают в параметрах. Их самый главный плюс такой, что одному x соответствует 1t при любых а. Поэтому такую замену можно делать бесстрашно. Но нам хочется на самом деле, чтобы везде было t. То есть сейчас у нас в правой части t, а слева x как быть? На самом деле ответ очень простой, надо x выразить. x это t минус а. И здесь можно было бы подставлять в лоб, но я это сделаю чуть интересней. Смотрите. Я напишу вот здесь x на x минус 2а. Я вынес за скобочку. А вот здесь у меня получается просто уже t. Ну давайте я пока напишу x плюс а. А теперь я вместо x подставляю t минус а. И получается у меня t минус а. Вот здесь у меня получается t минус а минус 2а, t минус 3а. А здесь у меня получается просто равно t. Вот я получил уравнение вот такого вида. Почему оно мне нравится? Потому что с ним я понимаю, как работать графически. То есть я сейчас прихожу к графическому решению. Изначально мы планировали делать все-таки что-то аналитическое, но оказывается графики здесь появляются и достаточно неплохо экономит нам время. Я буду работать в осях t от y и начну с того, что построю правую часть, то есть t равно y. Это прямая, идущая под 45 градусов. А вот с другим графиком это интереснее. Наверное, только не t равно y, а y равно t. Значит, получаем y равно t. Ну и давайте теперь разбираться с этим графиком. Значит, если бы модуля не было, то у нас было бы произведение двух скобок. Эти скобки обращаются в ноль при t равно a и t равно 3а. Ну а если скобки раскрыть, получается квадратичная функция, график параболы, ветви направлены вверх. То есть было бы что-то вот такое. Но это если бы не было модуля. У нас появляется модуль. И что делает модуль, когда его вешают на все? Ну понятно, что когда значение положительное, он его не трогает. То есть вот эти веточки, они останутся сами по себе. Но если значение отрицательное, то модуль должен сделать его положительным. То есть на самом деле происходит вот такое отражение. И наш график превращается, ну вот на самом деле достаточно известную картинку, такая вот отраженная парабола. При этом мы точно знаем, что вот эти точки это a и 3a, то есть когда вот эти скобочки обращаются в ноль. И дальше, в зависимости от того, меняя a, ну понятно, что вот эти две точки как-то приходят в движение. Давайте сразу заметим, что если a ноль, если a ноль, то наш график превратится в t квадрат, и это будет выглядеть вот так. И здесь максимум два решения, совершенно ничего интересного. Если t отрицательное, простите, a отрицательное, то с нашим графиком будет происходить вот такая штука. Ну и здесь тоже четырех решений быть никак не может. Ровно потому, что вот эта шапочка находится у нас слева, ну а значит желтой прямой она точно не может иметь точек пересечения. А оставшаяся часть это кусок параболы, который имеет с прямой не более двух пересечений. Значит точно мы понимаем, что a у нас больше нуля. Если a больше нуля, то очень светлая мысль, что вот эти две зеленые ветки обязательно, обязательно с прямой будут иметь две общие точки. Ну ровно потому, что ну вот с этой веткой вообще все понятно, она у нас убывающая, прямая, возрастающая. Ну а здесь на самом деле потому, что мы знаем, что ветка параболы растет всегда быстрее, чем прямая, значит где-то она обязательно эту прямую пересчет. То есть с зеленой параболы у нас точно будет две точки пересечения. И все интересное происходит вот с этой красной шапкой. То есть нас интересует вот эта вот красная шапочка, и нам хочется, чтобы эта красная шапочка имела с желтой прямой две общие точки. Я прям давайте напишу, хочу, чтобы красная шапочка имела с желтой прямой две точки. Значит, исследовать красную шапочку саму по себе достаточно сложное занятие. Ровно по той причине, что ну это какой-то кусок параболы. Поэтому будем исследовать всю параболу. И понимать, что вот этой отрицательной части нет. Если мы работаем только с той частью, ну вообще работаем со всей параболой, то график этой параболы это одно из двух раскрытий этого модуля. Но понятно, нам нужны ветви вниз, значит модуль должен раскрыться с минусом. У нас получается минус t-a на t-3a. И она должна иметь с прямой t, соответственно, две общие точки. Но при этом нам нужно, чтобы именно красная шапочка давала точки пересечения. Ну и здесь давайте поймем, что если пересечение с красной шапочкой, то значит оно происходит в положительном направлении, то есть при t больше нуля. То есть если пересечение при t больше нуля, то это пересечение точно сверху. А если пересечение с низом, то это точно вот с этой частью прямой, то есть при t меньше нуля. То есть если у нас пересекается именно с красной шапкой, то, соответственно, корни положительны. То есть я понимаю, что вот это уравнение, во-первых, должно иметь два корня, а во-вторых, эти корни оба точно должны быть положительны. Потому что если есть отрицательный корень, это явно пересечение вот с этой частью, оно может быть только вот с этими существующими ветками. Поэтому должно иметь, имеет два положительных корня. Это уравнение должно иметь два положительных корня. Вот такой задачи мы свели наше вот это уравнение. Ну и здесь, конечно, уже мне приходится открывать скобки. Минус t квадрат минус 4at. Это минус at минус 3at минус 4at. Плюс 3a квадрат и равно t. Дальше я переношу в другую часть. Получаю t квадрат минус 4at. Плюс t плюс 3a квадрат. Я взял вот эту скобку с минусом и все перенес в другую часть. Поменяв знак, ну и потом поменяв все части местами. Ну а теперь я могу это записать как t квадрат минус 4a минус 1 умножить на t плюс 3a квадрат. Вот такое вот квадратное уравнение. Это квадратное уравнение точно должно иметь два решения. Поэтому я смело говорю, что дискриминант у меня здесь больше нуля должен быть. То есть 4a минус 1 в квадрате минус 4 на 3a в квадрате должно быть каким? Должно быть больше нуля. Вот. Должно быть соответственно больше нуля. Ну сначала я это преобразую. Получается 16a квадрат минус 8a плюс 1 минус 12a квадрат. Ну а затем я это получу как 4a квадрат минус 8a плюс 1. Вот такой вот я получаю квадратный трехчлен. Ну и мне нужно, чтобы он был больше нуля. Значит мне нужно найти его корни. Где бы мне это сделать? Ну давайте, я не знаю, вот здесь у меня есть немножко места. 4a квадрат минус 8a плюс 1 равно нулю. Дискриминант у меня здесь 64 минус 16. Это у меня 48. Ну и тогда я понимаю, что а первое второе это у меня 8. Плюс минус корень из 48, 4 корня из 3 делить на 8. Ну и получается тогда, что у меня а первое второе это 1 плюс минус корень из 3 на 2. Вот такие вот у меня получились корни. Ну и теперь я могу это представить как 4 на а минус первый корень. 1 минус корень из 3 на 2. И а минус второй корень. 1 плюс корень из 3 на 2. Вот, ну и это больше нуля. Ну и дальше я могу нарисовать числовую прямую. Отметить на ней эти корни. 1 минус корень из 3 на 2. 1 плюс корень из 3 на 2. Знаки у меня первый знак плюс, если взять а очень большой. Дальше знаки чередуются. И меня устраивает две области. Вот это и вот это. Это я нашел когда 2 корня. Мне нужно 2 положительных корня. И чтобы теперь проверить, что корни положительные, я воспользуюсь теоремой Виета. Я замечу, что произведение корней у меня 3а квадрат. Сумма корней у меня 4а минус 1. Ну и то, что произведение корней 3а квадрат и а больше нуля, означает, что произведение корней больше нуля. И это значит, что корни одного знака. А корни точно одного знака. Ну а раз корни точно одного знака, то я могу сказать, что их сумма просто должна быть положительной. То есть, если корни оба отрицательные, их сумма отрицательная. Ну а нам нужно 2 положительных корня, значит, их сумма должна быть положительной. То есть, 4а минус 1 должно быть больше нуля. и это, в свою очередь, тогда приводит к тому, что а должно быть больше 1 четвертой. Вот. И здесь отмечаем 1 четвертую. Смотрите. 1 минус корень из 3 на 2 это явно больше, точнее, это явно меньше, чем 1 минус 1,7 на 2. Корень из 3 явно больше, чем вот это число. Значит, здесь я вычитаю меньше и получаю как результат больше. Ну а это 0,15. Вот. Ну а 1 четвертая это 0,25. Значит, 1 четвертая у нас больше. Ну и получается вот эта область. И все вот это пересечение. Ну и тогда результирующий ответ в нашей задаче это а больше 1 плюс корень из 3 на 2. Вот такой вот параметр, у которого достаточно простой ответ, но очень непростое решение, где нам пришлось и вспомнить аналитику, особенно вот с этой суперполезной заменой, берите ее себе и пользуйтесь. А потом поработать с графиками. Мы вспомнили, как строить график. Просто вот такой штуки потом с модулем. Ну и в конце еще и потребовались некоторые функциональные методы, то есть анализ квадратного уравнения на количество решений. Сложная и содержательная задача. И ее нельзя сделать как-то просто. То есть у нее вот этот явно какой-то китайский шлейф того, что задачи, что китайские задачи, в них надо повозиться. Вот это, ну, есть такая штука. Вот. Что хочется сказать? Если вы хотите научиться решать подобные параметры, очень зову вас на наш марафон по параметрам, где за 45 дней вы изучите и аналитику, и графики, и функциональные методы. И в этой задаче для вас ничего нового уже не будет. Вот. Кроме этого, если вы собираетесь поступать в китайский МГУ или в российский МГУ или в любой другой российский ВУЗ, то для подготовки к ЕГЭ, мне кажется, лучший курс, это курс профематики, где, собственно, мы системно подготовим вас к каждой задаче ЕГЭ. И вы придете и разорвете ЕГЭ, как это сделали выпускники профематики этого года. Вот. Чего я вам искренне желаю. Ну, а у меня на этом все. Пишите в комментариях, как вам задача. С вами был канал Профематика. Игорь Уколов. До новых встреч. И все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok